Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях члены общественной палаты Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Мария Анна! Добрый день, Мария! Здравствуйте, Елена! Сергей, очень рада вас видеть. Наступила осень, приближаются холода. Это значит, что работы у определенных комиссий прибавляется. В частности, мы говорим сегодня о работе комиссии ЖКХ, работе комиссии здравоохранения, ну и в целом о работе общественной палаты Одинцовского городского округа, потому что в последнее время количество обращений, конечно же, возросло. Мария Анна, давайте подведем промежуточный итог. Ну, во-первых, я хочу поприветствовать всех наших жителей, которые сейчас смотрят передачу и поблагодарить за те обращения, за ту обратную связь, которую они поддерживают с общественной палаты и доверяют общественной палате, потому что для нас, как для общественников, это очень важно. И хочу сказать, что действительно количество обращений большое. Есть обращения, которые не зависят от сезонности, скажем так, которые и летом, и весной, и зимой, и осенью актуальны. И, наверное, я бы сказала, что это вопросы экологии. Они достаточно часто возникают и беспокоят жителей, и, соответственно, конечно, мы эти вопросы отрабатываем. И вот если будет возможность, буквально бы тоже пару слов об этом сказала. Конечно, вопросы здравоохранения очень важны. И вот если говорить о экологии, то эти вопросы очень сильно волнуют жителей нашего округа. Они прям реагируют молниеносно на любое отклонение от нормы. Берем мы пруд, либо выбросы. В последнее время очень много в соцсетях было именно этой тематики. Ну, с одной стороны, да, безусловно, есть какие-то вопросы, опять-таки, сезонного характера, связанные с экологией. Это были вопросы, например, загрязнения наших водоемов, прудов, сгибели уток и других водоплавающих птиц, которые живут на наших прудах. Безусловно, это была очень такая волнующая тема, и все мы обеспокоились, что уже явилась причина. И мы со своей стороны тоже делали анализы, брали забор воды совместно с профильными лабораториями, которые занимаются такими вещами, и все вот эти данные передавали в администрацию. Мы очень надеемся, что совместными усилиями мы сможем все-таки отработать все эти моменты, и уже в будущем сезоне, конечно, таких печальных событий не будет. Но, безусловно, очень важно контролировать, скажем так, в ежедневном режиме все-таки состояние воды, водоемов, безусловно, экологической ситуации в нашем округе. А есть вопросы, которые, знаете, ну, немножко такой, с более дальней историей, это история каких-то свалок, мусорных каких-то полигонов, которые жители поднимают, и, конечно, совместно с администрацией мы на это реагируем, и, безусловно, это ликвидируем. Это очень важно. Если говорить о вопросе выбросов в воздух, в частности, очень жаловались жители микрорайона «Гусарская баллада», удалось ли достигнуть каких-то договоренностей с руководством Дорхана? Потому что все-таки этот вопрос, так или иначе, он все время опускается, поднимается. Ну, даже, скажем так, на моей памяти, сколько я занимаюсь вопросом, скажем, состояния воздуха около ЖК «Гусарская баллада», на моей памяти это уже, так скажем, года три. А я понимаю, что люди, которые там живут, сталкиваются с этой проблемой раньше. Безусловно, были определенные обещания со стороны руководства Дорхана о дополнительных очистных и фильтрующих установках, которые они собирались поставить на территории своего производства, и по их заверениям это должно минимизировать, а где-то полностью исключить те выбросы, которые беспокоят людей. Пока, к сожалению, эта ситуация не нормализовалась, и те обращения, та информация, которая ко мне поступает, свидетельствует об этом. Безусловно, со своей стороны мы и обращаемся в администрацию округа, также я была на приеме у заместителя министра экологии Московской области, мы обсуждали этот вопрос. И, скажем так, для меня было достаточно радостным фактом подтверждение того, что в скором времени около этого предприятия или на его территории, опять-таки сейчас ведутся переговоры, будет установлено на постоянной основе станция экологического мониторинга воздуха, которая будет в ежедневном таком режиме постоянно снимать пробы воздуха, и давать объективную информацию о том, какая же экологическая ситуация на этом объекте и, скажем так, на прилегающей территории. Но руководство Дурхана не противодействует этому? Ну, вот я, вы знаете, скажу так, я очень надеюсь, ну, по крайней мере, они заявляют о том, что у них как бы всё в норме, и, соответственно, у них на предприятии всё в порядке. Ну, то есть, если, например, всё в порядке, если всё в норме, то логично, что руководство компании Дурхан не будет препятствовать установке данного оборудования. Безусловно, и это согласие должно являться ещё одним подтверждением того, что действительно всё в порядке. Ну, если нет, тогда мы уже будем делать другие выводы. Вот, в любом случае, я считаю, что главным показателем это будет отсутствие жалоб жителей на те выбросы, неприятные ощущения, которые происходят преимущественно в ночное время суток. Поэтому я думаю, что это будет главным показателем, и для нас, как общественникам, будет главной являться причиной, чтобы мы, наконец, справились с этой проблемой. Сергей, над какими вопросами, над какими проблемами сейчас работает Ваша комиссия? Ну, комиссия по ЖКХ, количество обращений жителей, у нас оно традиционно не меняется. Единственное, меняется мы с тематика, с летней тематики мы переходим на зимнюю. Но постоянным неизменным остаётся вопрос, конечно, работы управляющей компанией. Много поступает обращений, так сказать, с такой постоянностью какой-то, на, прежде всего, неправильное числение, на то, что услуги, которые предоставляются жителям, они некачественные, на состояние сетей, на состояние подъездов, фондов, состояние домов и так далее. Вот последнее обращение, которое мы сейчас взяли в работу, это многоквартирный дом 30А, Силовиденская, где, действительно, дом требует срочно, так сказать, ремонта. Внутренние инженерные сети износились, канализация попадает в подвал, все эти стоки вытекают, естественно, на улицу, неприятный запах. Вот, было направлено вот обращение, мы обратились к голове в округа, к Андрею Робертовичу, с просьбой обратить на это внимание. Надо срочно там помогать, конечно, жителям в этом вопросе, значит, провели встречу, значит, регулярно, одним из таких действенных способов, так сказать, методов нашей работы является эта встреча с управляющей компанией. Причем обращения, они не всегда в письменном виде, зачастую просто жители звонят, нас коммутируют, секретарь, да. И тесный вот этот диалог с управляющими компаниями, насколько он налажен, вот именно от общественник, управляющая компания, насколько они идут навстречу. Смотрите, это уже есть хорошая практика, и жители обращаются, мы реагируем и вызываем на место, то есть, выезжает управляющая компания, выезжает представитель администрации, там жилищно-коммунальное управление, общественники, жители. И вот уже на месте, когда мы встречаемся конкретно и так далее, тогда этот один вопрос превращается и в два, и в три, и в четыре, и заканчиваемые благоустройствами, детскими площадками и так далее. То есть, это носит комплексный характер. Я вам скажу, что в последнее время реакция именно администрации и органов ЖК очень серьезная. Они серьезно подходят к решению проблем, во всяком случае стараются это сделать. То есть, какого-то такого попустительского отношения нет в этом направлении. То есть, идут навстречу и стараются выполнить эти, так сказать, короткие сроки, те недостатки, которые установлены. Где-то надо управляющую компанию подвинтить, как говорится, где-то надо ресурсникам подсказать, что температура воды в сетях не та и так далее, и так далее. Это носит... Это, кстати, очень хорошо видно на еженедельной планерке главы, где, Марьяна, вы выступаете с докладом и с теми обращениями, которые получаете от жителей. Видно сразу прямо уже на планерке, насколько легко и быстро откликаются профильные заместители. Как, в принципе, некоторые вопросы прямо буквально уже решено, уже в процессе, уже написали, уже выехала бригада. То есть, вот это, мне кажется, короткий такой путь, да, от обращения до решения проблемы. Это всегда очень радует, это действенно. Безусловно, это радует. Единственное, я могу сказать, с какой небольшой сложностью мы сталкиваемся, это, ну, знаете, как бы выстроить ту очередность и первостепенность тех проблем, с которыми обращаются жители. Потому что я понимаю, что вопросов на совещании администрации много. И, естественно, есть еще и обсуждение и ЦУРа, и соцсетей. Конечно, общественная палата не может озвучивать только проблемы, с которыми к ним обращаются. Поэтому понять, что же все-таки вот надо сейчас поставить, а что-то можно отложить на следующее совещание, а что-то можно просто написать в форме обращения, да, там, как бы письмом, и не обязательно выносить это на планерку. Это тоже такая достаточно важная задача, потому что каждая проблема, с которой жители обращаются, для них она самая важная, безусловно. Вот, поэтому тут очень важно сделать эту приоритетность. Ну, и, естественно, когда люди обращаются и говорят, что проблема не решается, например, с какого-нибудь 2017 или 2016 года, для нас тоже является такой красной лампочкой. Конечно, как и для главы. И, безусловно, он на этом тоже делает акцент и моментально берет в работу. И такой недавно случай у нас был с одним обращением. Я знаю, что совсем недавно в общественную палату обратились жители улицы Баковская, дом 8, с проблемой освещения в темное время суток. Съемочная группа телеканала и представители общественной палаты выехали на место. Чтобы разобраться в этом вопросе, давайте посмотрим, к чему пришли. Каждый день по этой дороге из школы и в школу ходят дети. Здесь нет фонарей, скоро светать будет поздно, солнце садится рано, и ходить здесь будет довольно страшно. Она соединяет Можайское шоссе и близлежащие дворы с центральным входом в восьмую школу. Дорога недостаточно освещается фонарями на территории учебного заведения. Благодаря обращениям родителей проблема частично разрешилась. Вопрос был поднят общественной палатой на еженедельном совещании администрации. Было также прямое включение с территории жительницы, которая рассказала главе о том, почему эта проблема важная. И она просит ее эту проблему решить. Безусловно, для главы, который услышал, что здесь касается вопрос безопасности детей, жителей. И, наверное, красная лампочка – это то, что проблема не решается 2017 года. И явилось таким основополагающим фактором, что он сказал, что берет данный вопрос на личный контроль. Буквально на следующий день начались работы по установке фонарей. Их закрепили на двух столбах возле дома номер 8 на улице Баковской. В незамедлительном порядке, прямо в этот же день, в день обращения, я сказала, что все у нас будет в этом плане прекрасно, что наша темная история закончится и будет, наконец-таки, свет на нашей улице и праздник. И действительно, вот через некоторое время освещение у нас появилось. Теперь сами видите, что и дети восьмой школы, вот школа прямо рядышком находится, и все жители теперь действительно ходят по освещенной улице, чему несказанно рады и благодарны Андрею Робертовичу. Но еще есть над чем работать. Света от фонарей, расположенных на жилых домах, все же не хватает. Сейчас район активно застраивается, и некоторые улицы пока без освещения. Но жители надеются, что и этой темной истории тоже придет конец. Марьяна, расскажите вот конкретно об этой ситуации. Как удалось так быстро скорректировать эту проблему? Ну, вы знаете, могу сказать, что еще раз я сконцентрировала на ней наше внимание, потому что, опять-таки, вопрос касался все-таки благоустройства вблизи школьной территории. Это достаточно важно. И, конечно, одним из важных факторов явилось то, что достаточно давно люди об этом сигнализировали, реализировали, писали, обращались на добродел, но, тем не менее, получали определенные отписки, что это будет на следующий год поставлено в план, потом еще раз на следующий. То есть, я понимаю, что были объективные причины сложности, скажем так, но, тем не менее, для людей это был действительно важный вопрос. И вот я вынесла его на совещание главы, и было даже прямое подключение жителей, которые рассказали Андрею Робертовичу об этой проблеме, и он как бы моментально раздал поручение, сказал, что надо сделать, а если что-то требует непосредственно его вмешательства, он готов лично взять на себя ответственность за те или иные принятые решения, что, естественно, заслуживает большого одобрения и, действительно, большого благодарности со стороны жителей. И, насколько мы знаем, данный вопрос был в течение двух недель решен. Если говорить о работе комиссии здравоохранения, я думаю, что сейчас у вас тоже начинается такая горячая пора, проходит вакцинация от коронавирусной инфекции, от гриппа, диспансеризации переболевших, людей после ковида. Я думаю, что вопросов у жителей очень много. Как справляетесь? Мария, да, действительно, сейчас у нас горячая пора, поэтому очень много мы сталкиваемся с огромным количеством обращений от жителей. Конечно, это вопросы вакцинации, это вопросы именно сезонных сейчас заболеваний, да, и вакцинации не только от ковида, но и от гриппа. Вот, поэтому, конечно, стараемся разъяснить, потому что пандемия уже затянувшаяся, конечно, все раздражены, очень многие впадают в панику, звонят, уже знают телефоны, да, и я, как имею образование психолога, стараюсь каждому оказать и психологическую помощь, вот, поговорить, успокоить, рассказать. Такая дополнительная горячая линия. Так вот, вы как раз смотрите прямо в самое, как сказать, корень. В самый корень, да, в самый корень, потому что сейчас на базе общественной палаты мы хотим сделать горячую линию психологической помощи, потому что действительно она нашим жителям необходима, чтобы как-то успокоить, снять напряжение, очень много вопросов, вопросов информирования, просто поговорить, да, потому что очень много населения пожилого возраста, которых всегда стараются ограничить, всегда уберечь, вот, не выходить, социальная вот эта вот такая изоляция, да, поэтому, конечно, это сейчас будет такая вот огромная работа нашей комиссии. Также мы проводим мониторинги, мониторим и наличие масок, ношения, да, сейчас это очень актуально. Также санитайзеров, чтобы это были в общественных местах, где имеется большое скопление людей, вот. Но мы все прекрасно помним, что еще в первую волну пандемии общественники, как и волонтеры, в общем-то, приняли удар на себя. Это огромная проводилась работа и по доставке продуктов возрастной категории населения, и раздача масок и так далее, так далее, так далее. Марьяна, вот как сегодня общественная палата, общественники себя чувствуют и готовы ли они, если вдруг, ну, не дай бог, конечно, но тем не менее, если понадобится их помощь, прийти к жителям Одинцовского городского округа и помочь им в этой непростой ситуации? Да, я думаю, что, безусловно, мы всегда готовы, и, опять-таки, разные бывают ситуации, конечно, никому не хочется возвращаться в те, ну, наверное, даже, скажу, страшные времена, которые были. Безусловно, мы не сразу были готовы к тому, чтобы справиться с этой ситуацией. Сейчас я понимаю, что мы уже, наверное, намного больше готовы, подготовлены по всем параметрам, но тем не менее, конечно, если помощь общественников понадобится, мы всегда готовы. Более того, мы всё равно оказываем помощь, потому что периодически что-то надо, с чем-то помочь, где-то подхватить ситуацию. Я думаю, что это уже та необходимость, с которой мы будем жить всегда. И, наверное, ну вот это одна из какой-то составляющей души общественников откликаться абсолютно безвозмездно на тот призыв о помощи, который поступает от разных людей в разных случаях. Я ещё раз говорю, здесь совершенно не обязательно, чтобы должна быть пандемия. Всегда бывают ситуации, когда надо помогать. Я думаю, что это нормально. Я добавлю, что с начала пандемии и до сих пор она даже, эта работа не прекращалась. Просто она не так активно сейчас, может быть, видна. А так у нас есть свои подопечные, которые вот, как начало пандемии началось, так мы их и продолжаем, и ведём. Просто не активно так вот и не выставляем, а помогаем, продолжаем, и работа идёт, не прекращается. Да, я тут абсолютно согласна с Еленой. Более того, ещё хочу добавить, что у нас есть, остались подопечные, которых мы просто взяли ещё вот в ту первую волну, когда мы развозили там продукты, какие-то там лекарства. По крайней мере, я всем людям всегда раздавала свой телефон, говорила, что если что-то надо, ну, в основном это были люди старшего поколения, я говорю, если что-то надо, вы звоните, всегда обращайтесь. И тут буквально недавно, значит, звонит мне женщина, которая мне говорит, что вот она там представляется, она говорит, Марьяночка, вот только вы можете мне помочь. Я там вот такая-то, такая-то, с маршала Жукова, там такой-то дом. Я, значит, тщательно там пытаюсь вспомнить, а кто это? Она говорит, вот я помню, вы мне там вот привозили тогда продукты. Вы мне не расскажете, мне сейчас надо идти оформлять, типа, компенсацию на жилищные услуги, или нам надо уже сидеть дома и нельзя выходить. Я говорю, нет, я говорю, пока вот с масочкой, аккуратно можете. Я говорю, пока ещё не объявили ничего. Я говорю, дети, ну, я сразу чувствую, что человек такого пенсионного возраста. Вот, и я говорю, обязательно сходите, всё аккуратно. Ну, вы мне звоните, если что, какие проблемы? И я, с одной стороны, была очень рада и, правда, тронута до глубины души, что у человека есть мой телефон, и вот, как бы, да, она ко мне обращается, как истинно, в последнюю инстанцию, получить какую-то информацию. То есть я осознаю, что если вдруг нужна будет помощь, то, очевидно, мой телефон где-то на видном месте, ко мне обратятся, да, и попросят о помощи. Конечно, это здорово. Ну, собственно, как и телефоны общественной палаты Венцовского городского округа, всё есть на сайте, в соцсетях. Жители уже привыкли за эти годы, что к общественникам всегда можно обратиться напрямую и получить разъяснение по тому или иному вопросу, ну и, конечно же, решение проблем. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо за интервью. Спасибо. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok